2016 год, год 80-летия Кустанайской области. Сознавая важность сохранения культурного наследия и весомость вклада в него уроженцев Кустанайской области, информационно-библиографический отдел библиотеки Толстого подготовил видеообзор книг об истории нашего края. История области – это и события рубежа 19-20 веков, и революционные годы, и гражданская война, и мирное строительство, и политические репрессии, и суровые военные годы, и освоение целины, и годы становления суверенного Казахстана. Все эти периоды отражены в представленных книгах. Кустанайская область может по праву гордиться своей историей и своими достижениями. За большие успехи в развитии сельского хозяйства она дважды была награждена Орденом Ленина. Энциклопедия – научно-популярное издание, в котором помещены основные сведения о богатейшем сельскохозяйственном и промышленном регионе страны Кустанайской области. Последовательно систематизирована информация о географическом положении, климате, природных ресурсах, населении, экономической, культурной и спортивной жизни области. Особое внимание уделено важным историческим фактам, а также главному достоянию края – людям, героям войны и труда, хлеборобам и рабочим, учителям и врачам, ученым и работникам культуры. При составлении использованы редкие архивные источники и фотодокументы. Фотокнига издана к 70-летию Кустанайской области и рассказывает о ее истории и сегодняшнем дне. Богатый иллюстративный материал, важные сведения о экономическом, социальном, культурном развитии области делают это издание популярным у широкого круга читателей. Книга известного кустанайского исследователя-краеведа Петра Максимовича Черныша написана на строго документальной основе с широким использованием архивных документов. В ней из объективных позиций сделана попытка обобщить исторический путь кустанайской области с начала ее создания и до наших дней. В исследовании, подготовленной авторским коллективом преподавателей-историков вузов области, представлены систематическое изложение богатой истории кустанайского края, начиная с эпохи Палеолита и завершая событиями XXI века. Книга написана с использованием документальных материалов, что позволило всесторонне раскрыть богатую историю кустанайской области. Сборник документов продолжает серию документальных публикаций Управления архивов и документацией Государственного архива Кустанайской области по истории края. Публикуются документы по истории кустанайской области со дня ее образования по настоящее время. Издание предназначено для учащихся школ, студентов, аспирантов, преподавателей широкого круга читателей, интересующихся историей края. Это серия очерков, расположенных по хронологии времени рождения героев. Плеяда прославленных кустанайцев создает последовательность становления истории и национальной культуры нашей страны. Автор книги – Иван Ячков, коренной казахстанец, любящий историю своего отечества. Это ежегодное информационно-справочное издание, включающее в себя информацию о важнейших исторических событиях и о знаменитых юбилярах года, выпускается информационно-библиографическим отделом областной библиотеки имени Толстого. Материал систематизирован по месяцам, имеется алфавитный указатель персоналей, указатель исторических событий, указатель организаций и предприятий. Календарь издается на казахском и русском языках, он отражен на сайте библиотеки. Библиографическая галерея «Гордость земли Кустанайской» выпущена в год 25-летия независимости Казахстана. В галерею вошли самые знаменитые юбиляры 2016 года – Алтенцарин, Кожамкулов, Хакимжанова, Даулетова, Козыбаев. Составители постарались с максимальной полнотой отразить сведения о каждом юбиляре, представив их творческий путь, биографию, список литературы. Издание содержит фото и архивные материалы и предназначено всем, кто интересуется историей родного края. Галерея представлена на сайте библиотеки. Данное издание рассказывает о Алексеевском культурном комплексе, находящемся на территории города Рудного и состоящем из поселения, могильника и жертвенного холма, принадлежащих людям, жившим в III тысячелетии до н.э. При подготовке книги к печати были использованы материалы Кустанайского партархива, облгосархива и областного кровеческого музея, а также воспоминания участников и очевидцев описываемых событий. Сборник документов составлен с целью ознакомления читателей с документами по истории Кустанайского региона в очень интересный исторический период, время революции 1917 года и смены государственной власти. Это первая специальная публикация архивных документов данного периода. Издание содержит иллюстративный и фотоматериал, воспоминания участников событий и представляет интерес для историков, студентов, школьников и преподавателей. Книга «Скорби» включает списки лиц, расстрелянных по политическим обвинениям на территории Кустанайской области в 30-е и 50-е годы прошлого столетия. Время сталинских репрессий – особая страница для истории Кустанайской области, ставшей местом депортации для многих народов бывшего Советского Союза. Эта книга – памятник всем жертвам политических репрессий. Книга основана на документальных материалах и посвящена памяти наших земляков, видных государственных общественных деятелей, которые были расстреляны как враги народа. Передовая часть интеллигенции также попала под каток репрессий. В данном издании можно найти имена жертв политических репрессий, информацию о невинно пострадавших в 30-е и 50-е годы XX века кустанайцах. Автор через воспоминания, размышления, историко-документальной очерки представляет свое героическое поколение соотечественников, родившихся в 20-е годы XX века, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и защитивших мир от фашизма. Эта книга – сборник воспоминаний о Великой Отечественной войне, свидетельства тех, кто поднялся в те страшные годы на защиту Отечества. Незабытые труженики тыла, те, кто подростками становился к станку, заменяя ушедших на фронт отцов и старших братьев. Их воспоминания тоже есть в книге. Книга содержит фото и архивные документы и будет интересна как старшему поколению, так и молодежи, наследникам победы. Это многотомное издание «Книга памяти о тех кустанайцах, которые на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ковали победу над фашизмом и вернулись живыми к родным очагам, внесли весомый вклад в послевоенный подъем страны». Книга памяти посвящена 50-летию победы. В шести томах издания дана информация о кустанайцах, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Материал систематизирован по районам области. Приведены списки фамилий воинов кустанайской области. Авторы книги исследуют период с 1941 по 1954 годы через архивные документы и сквозь призму человеческих судеб. Герои книги – наши земляки, кустанайцы, работавшие в тылу в тяжелое военное время. Большое внимание в книге уделено первым руководителям кустанайской области, городов и районов. Благодаря полученным из архива президента Республики Казахстан документам удалось восстановить многие биографии и портреты известных людей. Автор книги – свидетель развития и укрепления молодого Союза СССР, Великой Отечественной войны, послевоенного строительства таких промышленных гигантов, как Соколовский горно-обогатительный комбинат, распашки и заселения целинных земель и распада Советского Союза. Являясь участником и свидетелем этих событий, он общался с современниками, земляками, проявившими себя патриотами Родины, героями Отечества. Итог этого общения – данная книга о героях войны и труда, земляках-кустанайцах. Данное издание – проект областного совета ветеранов. Это сборник очерков, рассказов, стихотворений, представленных на литературный конкурс о ветеранах войны. В книге собраны рассказы о первоцелинниках, об истории освоения целинных в Кустанайской области, экономического развития региона и трудового подвига отдельных людей. В сборник включены документы, освещающие историю освоения целинных и залежных земель Кустанайской области. Богатый архивный материал, представленный в издании, будет интересен широкому кругу читателей. Книга написана к 55-летию начала освоения целинной эпопеи и посвящена героическим первоцелинникам, их детям и внукам. Книга посвящена 25-летию вывода советских войск из Афганистана и содержит рассказы о погибших и живых афганцах, об их жизни и участии в боевых действиях. Книга – это пример стойкости и бесстрашия истинного патриотизма молодого поколения. Книга посвящена воинам, погибшим в Афганистане с 1980 по 1989 годы, чья судьба так или иначе связана с Кустанайской областью. В ней приведены биографические данные и очерки о жизни погибших, их военной службе в Афганистане. Использованы документы из архива Министерства обороны Республики Казахстан, архивов военкоматов Кустанайской области и семейных архивов. В издании отражена история Кустанайской области в период становления независимого Казахстана. Представлены статистические, архивные и фотоматериалы о развитии экономики, культуры и социальной сферы нашего региона в 1991-2011 годах. История Кустанайской области – часть богатейшей истории страны. Она всегда вызывала и будет вызывать у большинства наших граждан неподдельный интерес. Информационно-библиографический отдел библиотеки Толстого приглашает всех, кто интересуется историей родного края, ознакомиться с представленной в видеообзоре литературы. Спасибо за внимание.